Дорогие друзья, вопросы в фейсбуке Каббалисту Михаил Лайтман. Вопрос такой. Вы постоянно запугиваете. Пессимистичные прогнозы внушают людям пессимистичные мысли. Таким образом, мы формируем нашу реальность, знак вопроса. Такой вопрос вам задают. Ну, в общем-то, да. Запугиваете. Я не запугиваю. Где вы видели, чтобы я запугивал? Я просто говорю о том, что нас ждет, если мы серьезно не вмешаемся в процесс нашего развития. Потому что сегодняшний процесс нашего развития происходит под воздействием эгоизма. И поэтому нам надо с этим что-то делать. Мы ведем себя к гибели, действительно. От плохих состояний к еще более плохим. Мы же видите, что происходит в мире. Так что здесь я не пророк. Я вам просто немножко указываю на то, что происходит. Но почему я указываю? Потому что у меня есть лекарство. У меня есть лекарство против этих плохих действий. И их плохих следствий. Давайте возьмите у меня это лекарство. И будет всем хорошо. То есть, если бы вы не делали вот такие вот прогнозы, человек бы не понял. Вы думаете, человек не понимает. Его нужно все-таки немножко сказать ему, что его ждет. Минуточку. Я спрошу у вас, у людей. Когда я был маленьким ребенком и ходил в школу, там 5-6 или какой класс. Мне родители говорили, стоит тебе хорошо учиться. Не ленись. Ты будешь большим человеком. Тебя будут уважать. Ты будешь хорошо зарабатывать. Ты сможешь обеспечить себя семью. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ну. А дальше говорили, а если ты не будешь... А если не будешь, то будет вот так-то и так-то. Посмотри на того-то, посмотри на всего-то. А если не будешь говорить, то точно ничего же не подействует. Поэтому вынужден говорить. А вы меня извините за то, что я надоедаю. И за то, что я все-таки говорю не очень корректно, может быть. Не очень приятно. Не то, что хотели бы слышать. Но поверьте мне, что я это говорю от любви к вам. Я хочу, чтобы вам было хорошо. Продолжение следует...